К слову, если говорить об инфляции, то зампред Центробанка Алексей Заботкин констатирует, что в сентябре инфляция в России достигла 6%, и это нижняя граница целевого прогноза инфляции на конец года. Чего стоит ожидать в этом смысле? Ну, к сожалению, ускорение инфляции. Да, я понимаю, что Центробанк использует очень аккуратные цифры, там 6-7%. Мы понимаем, что по потребительской корзинке инфляция существенно выше, там уже речь о двухзначных значениях. Но вот в целом по хозяйству, по экономике, ну, наверное, 6%. Скорее всего, инфляция будет ускоряться. И это уже связано с тем, что, ну, как бы обесценивается рубль, а как рубль обесценивается, обязательно происходит какой-то скачок цен. Вот мы видим последние, так сказать, буквально недели, то одна, то другая отрасль российской экономики говорит, нам надо повышать цены, потому что вот рубль обесценивался, у нас выросли импортные затраты, да. Значит, затраты связаны с тем, что они покупают комплектующие, сырье, материалы, компоненты. Это относится абсолютно почти ко всем отраслям российской экономики в большей или меньшей степени, но практически ко всем. За 30 лет, ну, вот все успехи, которые были достигнуты экономикой растения, были достигнуты за счет того, что, ну, предприятия встроились, мировую цепочку разделения труда, стали покупать импортную технику, импортные технологии, импортные комплектующие, материалы. Это позволило поднять качество, улучшить производство по техническим характеристикам, добиться большей производительности труда, а теперь все это как бы становится все дороже и дороже. Отказаться ты от этого сразу не можешь, потому что у тебя просто нет других производителей. И ты, в общем, попадаешь в беду, все, что ты покупаешь по импорту, дорожает, и тебе нужно этот рост переложить в цены, а цены упираются в население, которое не сильно богатеет. Богатеет, в общем, очень небольшая группа населения, те, кто связаны с военными заказами, те, кто получает выплаты в связи с военнослужащими. Остальная часть не очень. Обратите внимание вот насчет того, что происходит с реальным благосостоянием россиян. Очень же характерная история последних буквально дней – это кризис с курятиной в России. Очень такая история, любопытная. Вдруг выскочили, значит, на поверхность представители российского ресторанного бизнеса и стали кричать, что у них проблема, они не могут добыть курятину для своих ресторанов. Что такое кошмар какой-то? Значит, в чем дело? Оказывается, очень просто. Россияне, в общем, настолько обеднили, что они начинали переключаться на более дешевые местные продукты. Они уже не могут себе позволить говядину, свинину, они начинают переключаться. На самое дешевое мясо – куриное, поэтому резко выросли заказы от розничной торговли, от сети супермаркетов. И, в общем, практически все куриное мясо ушло в розницу, и вот уже ресторанам не хватает. Это вот к тому, что происходит. Население не очень богатое, и повышать ему цены довольно тяжело. Поэтому мы видим в России процесс, который называется очень странным термином – шринфляция. Странное очень слово. Шринка это сокращает, сжимает. Это вот когда у вас вместо 10 с 9, когда у вас там не литр, а 900 миллилитров, ну и так далее. То есть это вот за те же деньги, но меньший объем продуктов, чтобы вы могли покупать и не дергаться, что вы платите большую цену. Это все отражение обеднения населения. Поэтому издержки растут, цены поднять нельзя, с прибылью становится хуже. Значит, возникает вопрос – риски большие, прибыльность малая, есть смысл вести бизнес, есть смысл расширяться. Похоже, что нет. Ну да, действительно, ФАС зафиксировал рост стоимости мяса птицы на 23% с начала года. Это к слову о том, что мы сейчас говорили. Ну а если мы доверяем, ну скажем так, продолжаем опираться на официальные данные от ЦБ Росстата, который продолжает утверждать, что инфляция там 6-7%, а не двузначные значения, которые, скорее всего, вероятнее, то чем вообще опасен такой рост между реальными показателями в реальной жизни, ну вот на полках магазинов и на ценниках, и разрыв между ними и макропоказателями, которые существуют на бумаге? Ну, смотрите, население же смотрит не на цифры ЦБ. Никто же отчеты ЦБ не читает, и аналитические обзоры экспертов ЦБ не изучают. Все смотрят, что происходит с корзинкой, нарастает недовольство, нарастает раздражение, это нехорошая политическая ситуация, поэтому правительство и пытается как-то балансировать. Но у них проблема же какая? Они должны выбирать, либо пополнять бюджет, либо защищать население от инфляции. А, конечно, сейчас приоритет у бюджета, поэтому, чтобы у бюджета было хорошо, нужно допускать ослабление рубля. Поэтому, конечно, сейчас временно они пытаются как-то притормозить, чтобы он не ушел за 100, но вот возникает очень такая странная история. Посмотрите, у нас представлен проект бюджета. Проект бюджета на следующий год, который вызывает у всех экономистов вменяемых, ну, как вам сказать, ошеломления или даже, в общем, возмущения. Потому что расходы бюджета на 2024 год возрастают по сравнению с бюджетом 2023 года, ну, очень существенно. В этом году было около 30, чуть меньше 30, на будущий год заложено 36, и министр финансов бодро говорит об огромном бюджетном импульсе в экономику. На 20% возрастают расходы бюджета запланированные. Откуда деньги? Нет такого роста экономики. Откуда деньги? Значит, в совершенно непонятной истории возникает ощущение, что государство просто прикидывает очень существенные масштабы девальвации рубля. И за счет этого будет пополнять бюджет, чтобы свести концы с концами. Когда ты видишь такие цифры бюджета на будущий год, представленные Минфином, ты начинаешь понимать, что вот возможен курс в будущем году и 120, и 130, и 150. Не знаю, дойдет ли он до значения, которое спрогнозировали экономисты Альфа-банка, 200 рублей за доллар в будущем году, но 120, 130 очень даже похоже. Но вот тогда такой бюджет получится. А что тогда будет население? А у населения будет инфляция очень высокая. Но выборы пройдут, уже будет новый президент, уже все претензии будут только к новому президенту. А старый не отвечает. Ну да, действительно, старый, так сказать, досиживает срок, с него все взятки гладкие. Да, Игорь Владимирович, но вы когда говорите, что в следующем году, вы имеете в виду, что все эти меры по удержанию курса до 100 рублей за доллар, они их все отпустят именно после выборов. То есть катастрофы экономической стоит ожидать, ну там, условно, начиная с конца марта, начало апреля. Вот слово «катастрофа» я только не принимаю. Я очень жесткий человек, и слово «катастрофа» я применительно к экономике не принимаю, потому что для меня катастрофа в экономике, я уже не раз это говорил, это совершенно понятная вещь, это пустые магазины, неработающие общественный транспорт, отсутствие подачи тепла, электричества в домах. Вот это экономическая катастрофа. Все, что до этого, это просто экономическое бедствие, все-таки чуть более мягкий термин. Вот экономическое бедствие для населения, да, оно возможно после выборов, но до выборов они будут пытаться удержать. Удастся ли, кстати, тоже не знаю. Потому что, смотрите, ну вот нет такого сильного обрушения доллара и евро на валютной бирже, он так и колеблется, доллар около 97, там, плюс-минус туда-сюда. И это связано с тем, что довольно трудно сильно нарастить поставки валюты в Россию, даже при контроле со стороны валютных комиссаров. Посмотрите, у нас какая картина сейчас происходит. Вот я с интересом смотрел объяснение того, что происходит с поставками нефти в Индию, источник валюты, поставки нефти. Продают все-таки существенную часть нефти за рупии. Рупии, значит, конвертируют в гонконгские доллары, гонконгские доллары конвертируют в юани, и, значит, юани платят российской стороне. При этом правительство Индии крайне недовольно этой операцией, и, в общем, блокирует эти платежи в юанях. То есть возникает опять затычка, потому что, ну, вроде ты нефть продал, там, вроде выручку получил, но привезти валюту в Россию, тем более валюту конвертируемый доллар и евро, ты просто не можешь. В лучшем случае ты привезешь юани, и то неизвестно, пропустят это индийские банки за разрешение индийского правительства или нет. Поэтому ты можешь сколько угодно хмурить брови, топать ногами, как валютный комиссар, но я не могу тебе добыть больше валюты. И сейчас даже при всем желании вывести валюту конвертируемую из-за рубежа в Россию безумно сложно. Очень много, ну, как бы, таких стадий перевалки валюты по дороге, да, можно так сказать, перевалки валюты, и очень трудно. Поэтому вот такого ощущения, что валютные комиссары придут грозно, нахмурят брови, и в России хлынет поток валюты, и все стабилизируется, даже этого ощущения пока нет. А я правильно понимаю, что вот эти нефтерупии, которые из-за всех проблем с конвертацией и там прочими проблемами, собственно, они могут зависать на счетах поставщиков, и это непосредственно влияет как раз на курсы валют в России? Конечно. При этом понятно, что оставляя валюту за рубежом, компании, ну, не только, что называется, пытаются как-то обмануть государство, они пытаются обеспечить свой бизнес. Обратите внимание, что довольно долго Центробанк сопротивлялся введению вот и обратно этой продажи в обязательной валютной выручке. В прошлом году, если помните, Центробанк это делал, чтобы снять панику на валютном рынке России в 2022 году. А в этом году они выступали долго против, пока вот президент не нахпорил брови, и Центробанк не стал по стойке смирно и сказал, да, мы поддерживаем. Ну, почему они против этого возражали? Ну, потому что понятно, что компании должны тратить валюту, чтобы покупать что-то ради продолжения своей производственной деятельности. Я уже сказал, что без импорта работать в России крайне тяжело, и очень большие проблемы. Ну, вот не получается. Вот как вам объяснить? Ну, вот вчера прошла, скажем, можете проверить меня по интернету, некая история про то, какие проблемы в России с бумагой для книгопечатанной, да. Перестали поставлять хорошую бумагу, значит, российские компании начали предлагать свою, книгоиздательство начали вроде ее покупать, выяснилось, что бумага, ну, скажем так, мягко не лучшего качества, и опять пытаются российские, значит, типографии, российские издательства заказывать бумагу, значит, по крайней мере в Китае, да. То есть оно импортозамещение не получается. А Китай, это все равно валюта, это пусть юаня, но все-таки валюта, и это цены привязаны, опять же, к курсу. Посмотрите, что юань у вас тоже подорожал, да, еще в прошлом году юань был 10 рублей за юань, сейчас у вас уже 14, то есть у вас дорожает даже то, что поступает из Китая, поэтому китайские товары, импорт из Китая будет тоже дорожать, он тоже будет вкладываться. То есть вот сейчас происходит, ну, ситуация, когда в России инфляция приносится с импортом, она даже не полностью российская, она частично импортируемая. Жить без китайских товаров российский рынок не может, а они дорожают, поскольку рубль обесценивается, и все китайское дешевое изделие, оно тоже становится более дорогим. Поэтому посмотрите, как у вас подорожали китайские автомобили, которые сейчас стали доминировать на российском автореюке. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и Путиным.